Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своим заказом из Зары. Я заказала себе кое-какие осенние вещи уже. Они не все супер теплые, но тем не менее это такое начало и вступление в более прохладную погоду. Но перед тем, как мы перейдем к самому заказу, непосредственно хочу вам показать еще кое-какие элементы из гардероба, которые я тоже покупала в Заре, но которые у меня уже живут примерно с конца лета. И мне не хотелось бы все-таки их выпускать из виду, потому что, когда вы их у меня видите в инстаграме, например, то постоянно спрашиваете, откуда это та или иная вещь. Что ж, если вас это заинтересовало, то поехали смотреть это видео. Я, как всегда, хочу начать с того, что сейчас на мне надето. Вы можете наблюдать на мне вот эту вот кремовую сатиновую блузу, укороченную, которую я, кстати, показывала вам уже в своем инстаграме в сторис. И если вы там на меня не подписаны, то я бы настоятельно советовала вам подписаться, поскольку там я в первую очередь таким эксклюзивом показываю то, что я себе заказала или что я себе прикупила. И вы это видите там в первую очередь. И по горячим следам можете, например, тоже заказать вам, если что-то понравилось. Мне очень нравится эта блузка. Мне нравится, как она смотрится с джинсами. Она, знаете, по сути такая более элегантная. Но когда вы уравновешиваете ваш образ чем-то таким обыденным, повседневным, скажем, классическими джинсами, то это уже смотрится более интересно. И ее также можно скомбинировать абсолютно спокойно с какими-либо брюками классическими или брюками палаца, такими широкими в пол. Или, может быть, с какой-то юбкой. Но один момент мне бы хотелось отметить. Поскольку блузка укороченная, то лучше выбирать низ на высокой талии, чтобы, ну, здесь уже можно было бы либо подоткнуть ее, либо просто вот это вот место перекрывалось уже, чтобы не было открытого пупка, поскольку сейчас осенью, ну, уже не так прям тепло. Хотя, если вам нравится носить по-другому, то вы можете носить так, как вам хочется. Плюс, если на улице попрохладнее, можно набросить какой-нибудь жакет или можно набросить какой-нибудь вязанный кардиган. Будет тоже смотреться очень круто. Хочу поделиться с вами еще сейчас несколькими кроп-топами, которые я купила вот в конце лета. Это уже был конец июля, начало августа. И я вообще люблю кроп-топы, потому что это очень классная, я бы сказала, даже базовая вещь, которую вы можете комбинировать в очень разных случаях. А именно, если вы надеваете какие-нибудь джинсы на высокой талии, вы можете надеть кроп-топ, надеть сверху белую рубашку. Я вообще обожаю такую комбинацию. И все, ваш образ уже тоже готов. То есть вы не раздеваетесь, но оставляете такой намек на легкую изящность, сексуальность, когда вы открываете ваши плечи, вашу ключицу и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что я имею в виду. Также вы можете надеть кроп-топ с каким-нибудь брючным костюмом. Вы надеваете брюки, надеваете жакет, можете скомбинировать это с кроссовками. Если же вы предпочитаете элегантность, можете обуть босоножки изящные или лодочки. И также образ будет на все сто просто. И первый кроп-топ, который бы мне хотелось вам показать, который вам тоже очень понравился, это вот такой серый кроп-топ, который выполнен даже в виде корсета. Но он на самом деле мягкий, он не имеет никаких вставок, никаких косточек и так далее. Смотрится невероятно классно. Я вообще ношу такие кроп-топы без лифа и считаю, что нужно просто подобрать подходящие для вашей фигуры, подходящие для вашей груди. Если же, конечно, вы не носите какие-либо вещи без лифа, то вы можете найти что-то подходящее, где лиф будет уместно смотреться, да, не будет как-то выделяться, не будет что-то впиваться. В целом, частенько также мелькало в инстаграме в нем. Очень круто сочетается, опять же, с базовыми джинсами, с какими-либо брюками, с джогерами я его надевала, с белой рубашкой. То есть, обычно такие кроп-топы я не надеваю просто так, да. То есть, я всегда как-то это все делаю, еще немножко сверху прикрываю. Следующий мой также любимый кроп-топ, который я считаю просто невероятно крутым, это вот такой вот кроп-топик, очень даже маленький, узенький. Я его покупала, по-моему, еще, наверное, в середине июля. И вы у меня его видели уже во влоге, если вы смотрели и следили за моим каналом, за моими видео. Также в инстаграме вы его тоже у меня видели. Смотрится очень классно, очень сексуально. Опять же, если вы правильно сочетаете этот кроп-топ, то есть, не надеваете какую-то мини-юбку, у вас здесь открыт живот, открыты ноги, здесь все открыто, то это, конечно, не вариант, лично не мой вариант, уж точно. Но когда вы уравновешиваете свой образ, я его сочетала с широкими брюками палацу, сверху, опять же, накидывала рубашку, он слегка просвечивает, не то, что просвечивает, а выделяет форму вашей груди. Но именно с маленькой грудью это не выглядит вульгарно, поэтому вообще смело могу порекомендовать девочкам, у которых тоже небольшая грудь, может быть, и смотрится невероятно секси, классно и прям вот, вот прям изюм. Ну и завершающим в нашей рубрике кроп-топов будет вот этот белый, который я покупала специально для свадьбы, поскольку мы были летом приглашены на свадьбу, и он подходил отлично для моего образа. Белый кроп-топ вообще классический оттенок, который будет сочетаться со всеми вещами. Хоть в каком-то классическом образе, вот как я уже сказала на свадьбу, я вам также сейчас покажу, что я надевала на свадьбу, потому что я не показывала это в своих видео. У него уже плотная ткань, он такой двойной тянущийся, отлично сидит, ничто не выделяется. Сзади он имеет еще небольшую сборку резинку. Единственный минус после стирки, кое-какие ниточки здесь распустились, и это уже не такая полноценная резинка, как была до. Да, но это вот качество зары, некоторые вещи нереально классные, а некоторые оставляют желать лучшего. Но все же мне нравится, как он сидит, как он выглядит, и опять же поверх я всегда что-то набрасываю. Что же я надевала на свадьбу? А именно я надевала вот такой, очень красивого, нежно-нежно-розового, пастельного оттенка костюм. Он сатиновый, это брюки и жакет. Все, как я люблю. Широкие брюки в пол, которые сидят на талии. Жакет оверсайз. Выглядит очень-очень круто. И знаете, по моему мнению, иногда брючные костюмы выглядят даже намного выигрышнее, чем какие-либо платья. Не сомневаюсь и бесспорно, что платье, особенно если оно какое-то праздничное, красивое, будет смотреться очень элегантно и, так сказать, подстать празднику. Но все же, если вы наденете или найдете вот что-то подобное, да, это не классический, не офисный костюм, скажем, да, а вот его можно отлично скомбинировать с какими-нибудь красивыми, элегантными босоножками. Как я надевала кроп-топ под низ, это какой-нибудь яркий макияж, какие-нибудь аксессуары, которые дополняют образ. И это выглядит просто как конфета и, по моему субъективному мнению, даже еще круче, чем какое-либо платье. Но это, опять же, дело вкуса и дело настроения. По-моему, вот у меня было настроение именно на брючный костюм. Кстати, эти брюки шли со стрелочками, но после стирки все ушло, и я не стала выглаживать там опять стрелочки, просто их погладила, как обыкновенные широкие брюки палаццо, без каких-либо стрелочек. Так тоже, в принципе, смотрится хорошо. Но если вам хочется, то вы можете выгладить потом себе еще и стрелочки. В общем, тоже как вам понравится. Ну и осталась еще одна пара обуви, которую я заказала еще до посылки, которую мы сейчас с вами будем разбирать. Это босоножки. Вы просто посмотрите на вот эти вот золушкины босоножки. Я бы их даже так назвала, как похоже на какие-то хрустальные босоножки, туфельки. Просто невероятная красота. Я их увидела у одного блогера в инстаграме. Я ее обожаю, обожаю ее стиль. Просто огромное вдохновение для меня. Я в них сразу же влюбилась. Но было уже конец августа, по-моему. Я их еще ни разу не выгулила. Но я подумала, что мне они нужны. Это был вот тот случай, когда такая внутренняя девочка-припевочка во мне сказала, купи их. Но в мое оправдание скажу, что я всегда рационально подхожу к своему гардеробу и покупаю вещи, зная, что они будут у меня сочетаться с тем, с тем, с тем и с тем. Эти же босоножки, безусловно, тоже сочетаются с очень многими вещами в моем гардеробе. Но поскольку был уже конец лета, я думала, нужны они мне или нет. И все-таки я решилась их себе заказать, потому что, мне кажется, потом бы я бы страдала. Так вот, очень-очень красивые, безупречные босоножки. Вы не представляете, какая удобная колодка. Вот эти вот кристаллики, если честно, мне не давят и не трут. Кое-какие девочки мне писали, что им они натирают, и им неудобно или даже местами больно ходить. Я такого еще не замечала, но должна признаться, что в них я и не ходила огромное расстояние, поскольку я вот в них только дома погуляла, посидела и все. Но, по первым ощущениям, ничто не трет. Колодка удобная, удобные в носке. Единственное, каблук немножко тяжеловат, но это меня нисколько не смущает. Буду ждать следующего года, следующей весны и лета, чтобы их надеть. Чуть не забыла вам показать вот эти джинсы, которые сейчас надеты на мне. Это джинсы с дырками, да. Я уже забыла, когда я в последний раз носила рваные джинсы. Но, поскольку эти джинсы, как бы, знаете, отодвинулись немножечко на задний план, все больше сейчас носят такие минималистичные, классические, прямые и так далее, без всяких там наворотов и без всяких дыр, соответственно, тем больше я как-то начала по ним скучать. Не то, чтобы они вышли абсолютно из моды, но их просто надевают не так часто, как это было раньше, скажем, на каждом втором. Сейчас же уже не так, если вы обратите на это внимание, но, тем не менее, их все равно по настроению можно надеть. И это мам джинс, мам фит, который я покупала в Заре. Я уже не знаю, какие по счету это у меня джинсы из Зары, именно этой модели. У меня есть несколько расцветок, и когда появились вот такие светло-голубые рваные джинсы, то я подумала, почему бы и да, как говорится. Вот, для лета вообще отличный вариант. Ну и сейчас пока осенью, пока еще тепло, и погода это позволяет. Ну а теперь мы переходим уже к моему заказу, к моей посылке, которая стоит у меня здесь рядом. Поднять я ее не могу, потому что она невероятно тяжелая, поскольку я заказала несколько пар обуви на осень. И, признаюсь честно, я уже перемеряла все те вещи, которые там были, да, и не удержалась я. Но сейчас уже, наверное, с большей уверенностью могу вам сказать, что я, скорее всего, себе оставлю, а что нет. Разрешите мне, пожалуйста, показывать вам эти вещи без вешалки. Буду держать их вот так вот в руках. Первое – это блуза, которая мне очень-очень понравилась еще и по весне. И она у нас была распродана, раскуплена, а сейчас начался новый осенний сезон, и она появилась, опять же, в продаже. Укороченная блуза, очень интересная. У нее нет рукавов. Смотрите, она вообще выкроена, как такой вот прямоугольник вообще. Сзади у этой блузки имеется интересный элемент. Вы можете ее стягивать, и она у вас получается в сборочку. Вот здесь такой шнурочек. Плюс, на что я обратила внимание, это плечики. Они здесь собраны в сборку, именно поэтому рукав как бы собрался и исчез. Вся вот эта вот ткань ушла на рукав, что блузка получилась таким прямоугольничком. Сама идея интересная, такая очень необычная. Мне вообще нравятся такие вещи, но как-то на сайте она выглядела намного аппетитнее, нежели на мне. Когда я ее померила, мне не понравилось, как она на мне сидит. В общем, что-то непонятное ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо, как говорится. Поэтому, скорее всего, я отправлю ее обратно. Даже если я здесь что-то в видео не уверена, вы можете мне не говорить, что мне оставлять, что отправлять, потому что, по сути, я уже сделала свой выбор. Но если вдруг вам она понравилась, и вы думаете, что на вас она сядет хорошо, то все ссылочки будут под видео, как всегда. Если же ссылок не будет, то постараюсь оставить хотя бы номер, название модели. Мы движемся дальше, и это джинсы. Буду вам показывать здесь все в той последовательности, в которой мне будут попадаться вещи из посылочки. Я в поисках уже очень давно джинсы, которые прямого кроя, которые на высокой талии, которые длинные, которые не в обтяжку. Bootcut они называются еще другими словами. Мне нравится сейчас такой вид 90-х, когда джинсы чуть-чуть лежат, скажем, на обуви. Мне нравятся эти 90-с вайпс, или я бы даже сказала нулевые, поскольку именно в начале 2000-х так носили джинсы. Вот сейчас это возвращается обратно потихонечку в моду. Вы знаете, что мода циклично. Но я как-то не уверена, как эти джинсы смотрятся, поскольку на ботинках они выглядят немножко расклешенными. Это не была моя задумка. Я бы хотела все-таки, чтобы они вот прям были строго ровного кроя, чтобы не было намека на какую-то расклешенность внизу. Поэтому еще не уверена. Так, в принципе, сели хорошо. Они, кстати, здесь на пуговицах, а не на молнии. Я бы все-таки бы хотела, чтобы это была молния. В общем, еще буду думать. Следующее, что я решила, я точно оставлю. Это джинсовая рубашка. Что-что, но джинсовую рубашку я носила, наверное, лет 8 назад в последний раз. Не знаю, с чем это связано, но что-то меня вообще не тянуло к джинсовым рубашкам. Джинсовки, другое дело, у меня их несколько. Но вот именно джинсовые рубашки я почему-то не носила, не надевала, не обращала на них внимания и даже как-то меня не тянуло. В этот же раз я нашла вот такую вот джинсовую рубашку. Она оверсайз, такого широкого, объемного кроя. Ее можно надеть как в такой единичной носке, например, заправив ее немножечко в джинсы. Хотя она достаточно объемная, нужно посмотреть, как это будет выглядеть. Но на модели, на сайте она была заправленная в джинсы, и это смотрелось достаточно хорошо. Ее можно также надеть вот даже сейчас. Давайте я ее сейчас здесь примерю. Ее можно также носить и в качестве такой легкой курточки, набрасывать на себя. Смотрите, летом это была, например, у меня белая рубашка, классическая белая рубашка, которую я набрасывала поверх кроп-топов, как я вам уже сказала, и она играла роль верхней одежды. Сейчас же по осени это должно быть что-то более плотное, либо это какая-то косуха, либо какой-то кардиган вязанный, ну или если позволяет погода, то можно надеть такую достаточно плотную джинсовую рубашку. И это будет тоже смотреться классно. Ее можно, например, заправить в джинсы, либо вы просто ее надеваете поверх, скажем, футболки или поверх какого-нибудь топа, который у вас надет под низом. Мне очень нравится, как это выглядит, как это смотрится. Могу отлично представить себе эту рубашку, надев поверх ее какой-либо трикотажной кофты топа какого-либо с длинным рукавом и с кожными брюками, например, с леггинсами, скажем, да, что-то вот такое. То есть джинса и кожа тоже хорошо сочетаются. Так что я ее оставляю на все 100%. Заказала я себе джогеры, в которых я думала, буду ходить дома, когда будет прохладнее, ну и вообще сейчас уже, в принципе, тоже погода. Такая, что в них можно уже ходить. Они, в принципе, не теплые, обыкновенный трикотаж. Но мне не понравилось вообще, как они сели. Они, во-первых, немного коротковаты. Я бы хотела, чтобы они были чуть длиннее. У меня рост, кстати, метр семьдесят один. И мне также не понравилось, как резинка вообще сидит на талии. И вообще обработка этих брюк мне не понравилась вообще. Они немного стоили, но даже за такую невысокую цену мне не хочется их оставлять, потому что вообще по качеству не понравились совсем. Они там имеются в нескольких расцветках. Может быть, мне просто так попалось и так получилось, но они точно поедут обратно. Последний элемент, который покажу вам именно в плане одежды, это кроп-топ. Классический черный кроп-топ с длинным рукавом. Я оставлю его, поскольку мне нравится, как он смотрится, как он сидит. Можно сейчас, пока еще погода, опять же, позволяет надеть с джинсами-брюками с высокой талии. Наверх можно набросить какую-либо куртку. Пусть это будет кожаная куртка, пусть это будет джинсовая вот эта вот рубашка. Пусть это будет какой-нибудь жакет более теплый, шерстяной. Смотреться в любом случае будет круто. Поэтому она у меня тоже остается. Стоила она, или стоит, лучше сказать, 15.95 евро. Но, опять же, ссылочка на нее будет под видео. Из аксессуаров заказала себе цепочку. Посмотрите, мне она очень понравилась. Такая двухъярусная цепочка вот с таким шариком. Я бы назвала его даже гирькой, а не шариком, потому что он очень тяжелый. Думаю, еще оставлять или нет, но, во всяком случае, мне нравится, как она выглядит, как она смотрится. И я думаю, с какими-нибудь, знаете, футболками или поверх уже пуловеров каких-нибудь, вязаных кофт. Вот такие вот цепочки всегда выигрышно смотрятся. И, так сказать, поднимает весь образ на высший уровень, что он не смотрится скучным и обыденным. Ну и последнее, к чему мы переходим, это обувь. Я заказала аж 4 пары обуви. Я, когда делаю онлайн-заказы, когда речь касается именно обуви, я спокойно могу заказать несколько пар обуви. Чтобы все перемерить и уже точно сказать, что мне нравится, что не нравится, что подходит, что нет. Вот если, например, у вас нет возможности сходить в стационарный магазин. Сейчас я вам покажу две пары обуви, которые, скорее всего, поедут тоже обратно. Они из натуральной кожи, но мне абсолютно не понравились, как они смотрятся на моей ноге. Хотя, по сути, сами модели офигенные. Смотрите, я была в поисках ботильонов, которые имеют небольшой каблучок с высокой вот этой вот частью голени. Ну, не с такой высокой, да, поскольку это не сапоги именно, а ботильоны. И чтобы они заходили под джинсы, чтобы я их могла надеть спокойно, скажем, с какими-то укороченными джинсиками. Мне понравилась модель, мне нравятся вот эти вот квадратные носы. Вообще просто обожаю. Мне нравится, что у этих квадратных носов еще такая квадратная подошва, которая чуть больше выступает. Тоже обожаю это просто. Мне понравился каблук, но в целом мне не понравилось, как эта модель обуви сидит на моей ноге. Знаете, как будто бы трактор проехал по моим ногам и просто у меня превратились мои ступни в огромные лыжи. Хотя, безусловно, наверное, знаете, на небольших ножках, именно на небольшом размере ноги, они будут смотреться классно. Поэтому, к сожалению, они поедут обратно. Плюс мне не очень понравилось то, как чувствует себя нога в этом ботинке. Потому что каблук как будто бы, если присмотреться, уезжает вот так вот под саму ступню. И он не такой устойчивый получается. То есть, мне кажется, легко как-то подвернуть, подкосить себе ногу. Поэтому, да, вот несколько таких вот нюансов. Хотя, по сути, модель очень крутая. Кстати, похоже, я заказала еще в Mango. Посмотрим, что придет мне там. Следующие ботильоны, которые тоже у меня поедут обратно. Смотрите, каблучочек минимальный. Можно сказать, что они на плоском ходу. Не чувствуются вообще. Форма классная. Это тоже натуральная кожа. Но мне не понравилось, как они смотрятся на моей ноге. Как-то скудно, знаете. Нет такого эффекта вау. Я, конечно, не хочу ходить прямо блистать своими ботильонами там со шпорами или что-то еще. Но, тем не менее, мне не нравится, как смотрится. Ну, некрасиво лично для меня. Поэтому они у меня тоже поедут обратно. Плюс в этих ботинках мне показалось, что мне давит палец именно, знаете, вот эта область сверху. То есть, сверху на палец как будто бы надавливает. Поэтому тоже не совсем удобно. Остались две пары обуви, которые мне очень даже понравились. И одни из них это Sock Boots. Я обожаю Sock Boots. У меня есть даже три пары Sock Boots. Две из них черные, одни кремового цвета. Вот. Эти же немножечко иные, поскольку здесь чуть-чуть другой каблучок. Также другой мыс. Плюс они чуть выше, чем мои, которые у меня имеются. Что мне очень-очень нравится, потому что их можно легко спрятать под штанину. То есть, джинсы, ваши джинсы лягут прямо поверх них. И у вас не будет там такого места, что что-то где-то выглядывает. Поэтому я вот думаю, оставлять мне их или нет. На самом деле, мне они очень нравятся. Но посмотрите на сам каблук. Каблук достаточно высокий. Я бы не сказала, что в них вы можете гулять с утра до вечера. Но все же по каким-то, может быть, делам на несколько часов, я думаю, возможно это сделать. И они удобные. Сидят хорошо. Такие сок-буты, кстати, очень круто надевать с какими-либо даже узкими брючками. Потому что они идут по вашей ножке. И они спрячутся под любую штанину просто. Ну или даже с юбкой какой-нибудь. Миди-юбкой ниже колен, например. Или вот по... Чуть ли не по щиколотку. Даже будет тоже очень-очень хорошо смотреться. Или с мини-юбкой. Если вам тоже такое нравится. Или, скажем, с какими-нибудь кожаными шортами. Вот так вот сейчас по осени. С полупрозрачными черными колготками. Я думаю, тоже будет неплохо смотреться. Так что вариантов у таких ботиллионов много. Не уверена, выходят сок-буты из моды. Или не выходят. То они выходят, то не выходят. Непонятно, куда, кто. В общем, выходит и входит. Но все же мне нравится, как они смотрятся на ноге. И как их можно сочетать с разными аутфитами. И последняя пара ботиллионов, которые, на удивление, мне тоже очень понравились. Как они сидят, как они смотрятся. И, в принципе, почти удобные. Это следующая пара. Посмотрите, это не натуральная кожа. Вот такие вот очень-очень классные, красивые, лаковые ботиллионы. На невысоком каблучке. Таком крупном, устойчивом, широком. Мне нравится очень мыс. Смотрите, он здесь сам вроде бы круглый, а подошва сама квадратная. Что мне очень нравится, потому что это напоминает мне мои школьные годы. У меня не было таких ботиллионов, но я видела у некоторых девчонок в школе такие ботиллионы. Я всегда о них мечтала. Мне кажется, это моя несбывшаяся мечта. И я теперь просто балдею, смотря на такие ботиллионы. То, что они вошли в моду опять. Будут сочетаться тоже с любыми джинсами, с множеством брюк. И что мне нравится, что они тоже чуть выше, чем вообще обычные ботиллионы. Потому что обычно, мне кажется, они чуть ниже. Ну что ж, девчонки, на этом у меня уже все. Я буду очень-очень надеяться, что вам понравилось это видео. Что я помогла вам, может быть, поймать немножечко вдохновение. И определиться с тем или иным выбором, если вы вдруг не знали, что покупать, а что нет. Думаю, скоро последует видео, где я вам покажу свои обновки с разных сайтов и с разных магазинов. Которые больше уже ориентированы на такую осеннюю прохладную погоду. Если вам интересно, то обязательно остаемся со мной и следим за моими обновлениями. Ну а у меня на этом уже все. Я буду очень надеяться, что вам понравилось это видео. И мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok